Сотрудники инспектората полиции Белц проводят мероприятие предотвращения попадания под лед людей на озерах муниципиа Белц. Также проводится агитационная информация, где разъясняется людям, в каких местах лед бывает толще, тоньше, где можно им находиться, соответственно, предотвращать несчастные случаи. 30 сантиметров льда, а сколько человек вот так выдерживает? Сколько? Если машина выдержит? Она и грузовую выдержит. В Ямалы-Былу там газоны заезжали, и упали такой толстый слой. Раньше для промышленного? Да, да, да. На свежего зал возили, рыбу возили, всю на Москву. Спасательная станция расположена? В районе городского озера. Да. Что у вас есть для того, для предотвращения, например, несчастных случаев? Не дай Бог, человек провалился под лед, да? Как вы оказываете ему помощь? Что у вас для этого и есть? Какое снаряжение? В ассортименте имеется снаряжение, конец Александрова, доска длинная специально, если человек попал в прорубь, мы можем его свободно доставить. Есть лестница, если лед тонкий, а также есть веревка длинная с поплывками. В этом случае есть спасательные круги. То есть вы круглые сутки здесь наблюдаете за городским озером, да? Да, круглые сутки. Чтобы никто не выходил? По нашей статистике в этом году несчастных случаев, то что касается попадания под лед, не было зафиксировано. А прошлые года? Так как это начало года, по сравнению с прошлым годом, вот за прошлый год, вот что у нас есть, если сравнить, были где-то несчастные случаи? Нет, у нас не было таких несчастных случаев. Но, однако, все равно проводим агитационную информацию, работу для того, чтобы предотвратить те несчастные случаи на льду. А проводятся мероприятия в школах? Информационная кампания проводится и в учебных заведениях, для того, чтобы довести до сведения подрастающего поколения те меры предосторожности, которые должны соблюдать, находясь на льду и вокруг водоемов в зимний период времени. Был внимателен, когда спускается, когда ездит в зимний период времени. Опасно, хотя бы шушины хорошие. Вижу, экипировка соответствует. Молодцы, только надо быть немножко внимательнее, чтобы предотвратить совершение несчастных случаев. Хорошо? Можно сказать по поводу того, что вот на этом зале? По поводу льда. Нежелательно, чтобы вы заезжали на велосипедах на лед, потому что в некоторых местах он тоньше, и во избежание попадания под лед. Мы вообще не ходим под лед. Молодцы. Даже не ходим. Хорошо, мальчики. Отдыхайте, будьте здоровы. Вы вот сейчас сюда пришли, да, на озеро? Вы не пробовали заходить на лед? Нет. Это зачем? Нет, да? Вчера солнце весь день было туда. Ага. То есть береженого Бог бережет, да? Да. Потому что я смотрю, некоторые гуляют, не боятся. Была одна семья здесь с мальчиками. Гуляли, да, по льду? Мама здесь сама воздушная. Ага, ясно. А вы так просто любуетесь закатом, да? Да, он уже ушел. Ага. Ага. Субтитры подогнал «Симон» Ага. Продолжение следует...